На данном уроке давайте рассмотрим латышский гамбит. Белые начинают Е2, Е4. Черные Е7, Е5. Белые конь Ж1 на Ф3. Пешка Ф7 на Ф5. Перед вами, господа, латышский гамбит. Он разработан латышскими мастерами, откуда и получил свое название. Третий ход белых конь Ф3 бьет пешку на Е5. Как часто случается в шахматах, простейшее решение одновременно является и самым сильным. Если же белые играют ЕФ, то это выгоднее для черных. Черный отвечает Е4. Конь Е5. Черный конь Ф6. Слон Е2. Д6. Слон Х5 шах. Король Е7. Конь Ф7. Ф8. Конь бьет ладью на Х8. Ферзь бьет слона на Х5. Белый ферзь бьет ферзя на Х5. Конь бьет ферзя на Х5. Пешка нападает на коня Ж4. Конь ходит на Ф6. Ладья Ж1. И при этом не ясно, кто преуспеет в осложнениях. Поэтому конь Ф3 бьет пешку Е5. Более сильный ход для белых, чем ЕФ. Черный отвечает. Ферзь Д8 на Ф6. Конь Е5 уходит на поле С4. Черная пешка. Ф5 бьет пешку на Е4. Конь Б1 на С3. Ферзь Ф6 на Ж6. Д2, Д3. Сильный ход. Белые лучше развиты. А значит их шанс выше. Далее возможно. Слон Б4. Белый играет слон С1 на Д2. Черный слон бьет коня на С3. Белый слон бьет слона на С3. И теперь пешка Д7, Д5. Белый конь идет на поле Е5. Ферзь Ф5. ДЕ. Ферзь бьет Е4 шаг. Слон Е2. Конь Ф6. Короткая рокировка у белых. Пешка С7, С6. Слон Х5 шаг. Король уходит на Ф8. Ладья Е1. Ферзь уходит на поле Х4. Слон Ж6. Конь А6. И Ферзь Е2 с подавляющей позиции. В качестве примера латышского гамбита приведем партию между шахматистами Реланджом и Бауэром, которая была сыграна в 1994 году. Белые Реланджи Е2, Е4. Черные Е7, Е5. Конь Ж1 на Ф3. Ф7, Ф5. Бартический гамбит. Конь Ф3 бьет Е5. Ферзь Д8 на Ф6. Пешка Д2, Д4. Д7, Д6. Нападая на коня. Конь Е5 уходит на поле С4. Пешка Ф5 бьет пешку на Е4. Слон Ф1 на Е2. Ферзь Ф6 на Ф7. Непонятный ход. Черные освобождают поле Ф6 для коня. Однако они не учли, что на Ф7 ферзь будет расположен не очень удачно. Белые продолжают. Конь Б1 на С3. Слон С8 на Ф5. Короткая раклировка у белых. Конь Ж8 черных на поле Ф6. Ф2, Ф3. Отличное решение. Ладья белых будет весьма активно работать по линии Ф. Е4 бьет Ф3. Ладья Ф1 бьет пешку на Ф3. Слон Ф5 на Ж6. Слон С1 на Ж5. Слон Ф8 на Е7. Конь С4 на Е3. Игра белых простая и логична. Конь грозит торжением на Д5, попутно освобождая поле С4 и 2 слона. Пешка С7 на С6. Слон Е2 на С4. Д6, Д5. Логичный ход. Отсталость черных в развитии и неудачная позиция фигур подталкивает белых к решительным действиям. Конь С3 бьет Д5. Пешка С6 бьет коня. Конь Е3 бьет Д5. Ферзь Ф7 бьет Д5. Слон С4 бьет Д5. Конь Ф6 бьет Д5. Слон Ж5 бьет Е7. Конь Д5 бьет Е7. Ферзь Д1 на Е1. Король Е8 на Д8. Ферзь Е1 на Х4. Связывая короля. От этой связки избавиться нелегко. Конь Б8 на Д7. Ладья А1 на Е1. Ладья А8 на Е8. Д4, Д5. Конь Д7 на Ф6. Ладья А3 бьет Ф6. Завершающий штрих. Пешка Ж7 бьет Ф6. Ферзь А4 бьет пешку на Ф6. Черные сдались. Дальнейшие материальные потери.